Здравствуй, друзья. Освободитель. Сходил заработать легких деньжат. Делится впечатлениями. Я позвуной Фикса Весниновек Николаевич. Все, больше мощи нету. Три дня без еды, без питья. Поддержки никакой сил нету. Пить очень хочется. Третий я встал и стек кровью. Сзади тоже ребята лежат. Опять трюксотных видел. Четыре двухсотных лежит. Все изувечены. Никто никого искать не будет. Что делать дальше, я не знаю. Ноги не идут. И жить хочется. Будем сдаваться. Все, ни патронов, ни чего. А больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты... А чего сил нет? Надо же было на мотоциклах штурмовать. Все крутые пацаны Киев за три дня на мотоциклах штурмуют. На мотоцикле. Вот, пацаны тренируются, занимаются. Шойгу говорил, что российская армия имеет самый высокий процент новой военной техники среди всех армий мира. И оказался прав. Ни в одной другой армии мира больше нет таких мотоциклов. Мотоциклов штурма на полтора-два, скорее всего, хватит. В следующий раз Киев за три дня наездовых собаках, скорее всего, будут брать. 840-й день войны. Первые робкие попытки провозгласить Белгородскую Народную Республику. Пока только три человека в Химках. Чиновники отгородились от народа. Зеркальным забором. Для тех, кто торопился, что это вы сейчас видите? Опа! А это вы видите сейчас тот самый забор? Тот самый бетонный забор. Поэтому не надо было раньше времени говорить. Все очень даже симпатично. На экономическом форуме в Петербурге не заключили ни одного крупного контракта с иностранцами. То есть Талибан, Топинамбур и говяжьи хрящи покупать отказался. Газ корейский. Что же делать-то? Закончился баллон, не могу ржать костер. А, так есть другой-то газ-то. Есть белорусский. Сейчас им и разожжем. А российского? Ну, российского нет. Нет, братан. Российский газ есть. Просто он Китаю нужнее. Это Самара. И тут живут люди. Судя по ковру, не просто люди. А уважаемые люди. Как минимум герои войны. О, как в воду глядел. Будущая элита России. Спасибо деду за победу. Спасибо сыну за машину. Мать освободителя. Жалуются, что из гробовых на похороны пришлось отдать целых 60 тысяч. Обидно просто, обидно, да? Что они так относятся к нашим детям. Вскрытие гроба, вынос в морг. И за все за это деньги? Да. То есть они за каждый шаг с вас брали деньги, получается? То есть с вас за вскрытие гроба, за занос в морг, это за все брали деньги? То есть это они вам выставили счет на 60 тысяч рублей? Да, да, да. То, что сын погиб, мама не расстроилась. Мама расстроилась. От того, что из гробовых 60 тысяч кому-то отдать надо. Надо было за то, что сына привезли 19 чем-то заплатить, у меня не было. Гробовые еще не пришли, а мне уже 19 тысяч отдать надо. Жалуются мать набитым золотыми зубами ртом. Был такой указ, что крест и один венок шел бесплатно. Я говорю, а мы за крест тоже кошмар. Мать обвешанная золотыми цепями, в золотых сережках, полным золотых зубов ртом, торгуется за бесплатный крест и венок. Это не кошмар, это Россия. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Херсонская область. На фотографиях Снежана Кириченко. Коллаборантка, которая радовалась приходу путинских освободителей. Помогала им доставать сигареты, лекарства, сим-карты, еду, алкоголь. Вчера вечером она ответила очередной группе героев, что у нее больше нет водки. И они ее за это убили. Следующая остановка – кладбище по требованию. Так вот в Петербурге привозят по требованию на кладбище. Единственное требование, которое путинское ОПГ готово удовлетворить – Волгоград. Покосившиеся перила примотали друг к другу просто скотчем. Илон, Маск, тебе специалисты по повторному запуску твоих двигателей нужны? Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как в Москве перекладывают бордюры. Меняются бордюры, меняются столбы, железные на железные. Бордюры меняются, нормальные бордюры на новые. И вот ваши, ребята, дороги, ремонты подъездов, ремонты лифтов. Да и в целом вообще вот оно все. Чтобы имели понимание, тут был тротуар, и были бордюры, и все было. Просто товарищ решил поменять. И это просто по всей Москве такая тема. Вот они, ребята, ваши больницы, школы. Вот оно все, закапывается вот туда. Просто в землю. Как пройти? Нормально вот людям с колясками, там, инвалидам. Как пройти? Что я здесь улицу уничтожил? Дурачок Собянина. Что там уничтожена улица? Просто уничтожена. И при этом это все, оно толком ни хея не делается. Вот там где-то два узбека ковыряются. Все. Вот и весь Собянинский ремонт. Что с той стороны улицы ухлебена? Что с этой стороны улицы ухлебена? А как людям-то ходить? Сегодня, завтра, послезавтра? Просто с... Чук чё этот взбал уже. Честное слово. Со своими бордюрами. Смысл какой? Я чё-то не понимаю. Я тоже не понимаю, братан. Но, как говорил Маяковский, если бордюры меняют, значит, это кому-нибудь нужно. Смысл какой-то.